Кроме хижин провидца вряд ли что-то здесь найдем. Вон нашли какой-то. Здесь блок, ну такой достаточно, не сказать, что прям совсем приятный. Так. Но тем не менее блок есть блок. Докупаем. Бесов выкупаем. Трех ставим. И норм. Соединяем армию. Та же кстати бесов наверно можно и нету. Как-то так. Бесов тоже возьмем. Они конечно там тоже не шибко жильцы. Но тем не менее. Лучше все чем ничего. А. Баллисты надо забрать. Не забыть. Фаервол. Хас. Баллисты. Калит. Так. Вероятность рестарта в данной ситуации от нас сколько процентов. нет. Интересно. так. Что комп думает. Почему так плохо стоим в этой ситуации. 38 я кстати если честно не ожидал 38. 38. 80 что-то реально до хрена. хрена. Магоги конечно бы здесь явно поинтереснее смотрелись. я почему-то посчитал что пипи будут нам полезнее. Пусть они пока клюют баллисту. Пусть разбираются там и нашли себе соперника. ass. Сейчас тогда бесы под раздачу полезят. а. хрым. 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 ох ты сейчас демоны под раздачу попадут минус 1 так богов что ли подставить шлепнуть этих ну ладно в принципе нормально подрались не самые худшие потери не сказал бы что и они лучшие но тут нам выбирать не приходится создал тему про спасибо ром 59 хоббитов пойти что летних теперь пробить но они пожестче будут чем грифы 50 там почти штук они еще не подлетают они там туда-сюда это на них бежать на так где у нас папашка пробежимся вот сюда я обычно папкой бегаю сюда в темноту поэтому не вижу причин чем-то тут тоже не пробежать о мумии понятно так здесь ноги банк здесь сюда сюда здесь можно найти что это под собрать здесь пока нечего делать сейчас мы все равно будем гильдию строить собрать пока так ну ок 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 ссылку в студию сейчас я ссылку скину на форуме хв идет голосование сейчас покажу видно рабочий стол есть голосование за вклад в развитие геройского движения 2015 и игрок года 2015 покидаю в чатике ссылки так и так вот тут уже много кандидатов повыдвигали поэтому смотрите еще только выдвижения то есть еще неделя где-то выдвижения и через неделю запустим голосование то есть будут голосовать папашки за папашек так у оппонента тоже хороший раскладка мы понимаем то есть тоже есть замки а у нас что-то расклад все начинает быть тухлее тухлее может даже стоило задуматься на 112 но нет нет 112 это конечно в этой ситуации недопустимо надо где-то где-то землю прокачать скорее всего здесь 5000 опыта вот здесь прокачаемся у нас здесь какой-то стадель так здесь много мечников за два артефакта не так много но я думаю мы сначала выбьем вот этих вот ребят я даже не знаю кем их проще пробить может быть теодорусом с магией у нас есть вот танц магии к примеру со стрелкой может быть стрелкой хаст будет профит не вот может быть тирой пробить хастой у нее хастата вообще имбовая ну в любом случае только это с эфритами потому что без эфритов вообще разговаривать даже не о чем пока пробьем вот этих гогов ой этих гогов мумий здесь ну вот этих мумий наверное тяжеловато будет 20 гогами пробивать сбегать надо туда посмотреть что тут может быть но я такое ощущение что здесь респ мой закончился такой компактный респ я просто надеюсь что мы землю прокачаем калку из не прокачаем печально прокачать землю и оформлять выход вот через вот этих пацанов концы удобные 1 плюс 2 быстренько разбираем тут уже все улетает вот это вот это без проблем без потерь улики артефакт их артефактов кстати накидала в принципе вооружиться хватит полностью но тем не менее чё-то рез показался реально мелковат из мелковат оказался возможно есть вероятность то что он придется еще этот замок отправил это вообще как категорически не хотелось бы я думаю мы сейчас туда сбегаем тоже в этот замок по цепочке купим гогов здесь которые выкуплены они лишними не будут и уже с эфритами пойдем вот этих вот ребят убивать видами удвоенными гогами ну должны должны нормально взять сундук на опыт возьмем калхам за неимением более успешного героя возьмем ну как вот и еще есть успешный герой если там это получит хоть вот очень хороший артефакт он помогать будет вообще шикарно не зря мы его выбили спокойненько сейчас все это покрасим и пойдем рубать вот эти вот концы магогами я думаю мы даже и двушку сможем зарубить если ну если допустим нам с форти ты здесь будут тоже годы тогда мы будем вообще на коне надо прихватить золотую шахту не забыть вообще она шахта тоже лишний не будет я все-таки подозреваю что ты здесь здесь наверно болото да вот этот болотная зона дальше вот так пошла но опять же как она пошла то есть по моим подсчетам то есть замок он обычно до угла идет если вот такой трест у нас хотя бы до угла то там еще может быть что-то найдется ну а так вообще что-то что-то пустовато здесь ничего нет вот здесь тоже тоже ничего нет здесь тоже уже ничего нет скорее всего это мы все соберем да наша задача наша задача взять землю если мы не прокачаем магию земли мы выйдем отсюда в прошлой игре мы тоже искали всем героем качали четвертый уровень чтобы получить магию какую-то может быть здесь героя вскрыть кстати куча хижин провидца относительно недалеко расположены имеет смысл через них все пробежать потому что если какой-то артефакт будет засильной охраной в центре мы можем его быстренько реализовать и очень часто мы получим хорошие бонусы в виде 5 ангелов например 5 дьяволов бывают интересные в зависимости от того какой центр конечно то есть если центр замка то получится можем ангелов получить чемпионов а их вот раз два три 4 5 6 7 8 9 9 штук надо всех про этого пробежать хотя они могут быть и на нейтральных респах но на джебусе бывает такое что игры на нейтральные респы переходят а оппонент нас опять же долго ходит непростые у него видимо решение принимать приходится так у него стал мир видим но стал мир меня не так сильно пугает пробежимся золотишко нашли а здесь здесь есть проход это хорошо так так построим сначала гильди а на какие шиши простите так так там передали так так мы сейчас без особой прикрышки будем драться но но я думаю мумии нам серьезной конкуренции не составят особенно в таком количестве так здесь надо ее будет подогнать под сейчас под 10 клеток 5 6 7 8 9 10 то есть этот смысл для того что этот тег побежал прямо а эти все туда если только этот не заблокирует ему дорогу ага он как раз так и сделал заблокировал дорогу так 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 проветимся продолжается за спину забежать может быть надо было одного отжертвовать и вторым сюда чтобы все на него сагрились но я думаю этого не будет конечно Можно попробовать вот так сыграть, в надежде, что они побегут на восьмерочку. Так и происходит. Пробуем пробить, ну конечно, получаем проклятие, естественно. И возвращаемся. Пытаемся это заманить, эти хрен куда заманишь, пожертвовать и так, наверное, сделаем, так будет проще всего. Так. Поехали. Компом, кстати, не так просто оказался. Очень даже не просто. Демон терпит, хорошо. Красавчик. Не выжил. А тут баллисты их задержат листом. Давай. Так. Берем. Тысяча опыта не помешает. Стрельба. Ну и просто ждем четвертого уровня. Воздушный элементарь. Ждем четвертого уровня, чтобы понять всю нашу мощь. И сейчас не тащить еще обязательно до войска. Здесь у нас шилд. Здесь у нас тоже не ясно что пока. Здесь тоже ничего не посещено. Воздушный элементарь. Воздушный элементарь. Воздушный элементарь. Воздушный элементарь. Стало дело за малым. Всего лишь найти магию земли. Как дела в группе. Интересно. Хоть первое место в мфп. Хоть одно инферно в следующий этап. Но на самом деле за инферно играют такие интересные личности, как Скингер, Амелу. Поэтому есть кому показать силушку, скиллушку. Я в прошлом году вышел из группы The Inferno с первого места, всех наказал, поэтому Inferno это здорово. Так, следующим ходом нам надо где-то найти 4000 на все про все и как-то вытащить армию. 4000 нам нужно, точнее 5800 на Эфритов со скупкой и нужно еще хотя бы 1000 монет на Гогов. Как раз в Амилу там не очень дела. Ну, Амилу известный своими клешнями, поэтому не удивительно, что он там заливается. Походу сейчас, наверно, придется отложить. Чижать димону на димонию. Вот, изи, испытаж. Ну да, в Пандоре это норм. Ну, надеюсь, нам тоже здесь в Пандоре сейчас что-нибудь мяско упадет. Я что-то тоже какой-то сейчас какой-то бред начал уже делать. Уже. То есть, уже идет 113 закончился, а я уже делаю бред. Галк сейчас пойдет на консу, встанет. Ну и в цепи, в цепи выстроим, чтобы взять вот эту фигню, покрасить и спокойненько Гогов загрейдить и ломануть ее. Ну, слушай, ну, питов, чтобы в Пандорке получить, тут Гарпии бы не было. Я думаю, тут 5000 опыта. Это будет не самый плохой расклад. Это раз. Второе, то, что тут может быть, это какое-нибудь говнишко типа магии первого уровня. Или бесы Гоги. Но бесы Гоги не худший вариант. Далеко не худший, который может меня здесь ждать. Самое-самое плохое, что здесь может быть, это магия первого уровня. Это самое плохое. У Тукал сейчас будет такой решающий уровень, можно сказать, на профпригодность. То есть, либо он получает землю, либо он отправляется в утиль. Ну, как ни грустно, но это так. Однако бой в конце он все равно проведет. Потому что лучше, чем он, там никто не справится. С грейженными Гогами и с их скоростью. С восьмой скоростью они там популяют. У Калха навык сейчас два говна. На самом деле, я бы не сказал, что стрельба это прям говно для Гогов. Потому что, если мы будем бить вот этих вот ребят, она нам очень пригодится стрельба. Ну, очень просто. Особенно с магогами. Особенно грейженными Гогами. Когда они там будут по два, по три под удар подставляться. Ну, опять же, это все верно. Просто видишь, у нас всего три ангела будет, да? Один улей, да? Этого очень мало для полноценного пробития именно мясом. У нас, конечно, будут еще щит. У нас будет меч. У нас будет артефакт. У нас герой будет одет, дай боже. Поэтому... Конечно, вот из этих всех героев, ну, кого можно... Вот пир можно было бы качнуть. Но у нее тоже два не самых таких боевых навыка. То есть, логистика круто, да, базара нет. Но в бою оно не поможет баллиста. Но это не особо. Я бы тут сходу пирь качал. Но можно и пирь качать. Но я что-то вот не люблю пирь. Вот логистика, я считаю, что для демонов это не совсем нужный навык. У них он и так максимальный шанс. А разведку вы зря недооцениваете. Разведка очень крутой скилл. Особенно на джебусе в центре. То есть, если мы идем по центру, и у нас больше радиус, мы можем, допустим, запалить какую-нибудь книгу земли где-нибудь, чтобы туда рвануть, ее забрать. Где-то у толпу можем заслепить. Поэтому разведка не самый плохой навык. Стрельба не самый плохой навык. Стрельба лучше, чем артиллерия во много раз. Логистика на быстрых дорогах тоже как-то нам не особо нужна. Четыре ангела. Ну а где четыре ангела? У нас в конце на три ангела только. Если будет еще одна конца какая-то. Таблица турнира есть? Да, могу ссылочку скинуть. Ссылочку в чатике бросаю. Турнирная тема, сверху таблица. Наша группа, группа И. А, группа Ф, извиняюсь. Группа Ф. Многие там интересные личности, как Таганаш, присутствуют в нашей группе. Ну, на самом деле, если герой качается круто, а потом ловит говнонавык, это не самая плохая ситуация, которая может быть. Потому что главное то, что он вот получил в начале, вот получает вот этими четырьмя первыми навыками. Но особенно для Джебуса. То есть пока этого хватает ему. Если он потом начинает получать говно, то мы можем его заменить. В центре замены героя мыщится мгновенно. Тюрьма с героем тридцатого уровня или какая-нибудь Пандора на 15-20 тысяч опыта и спокойно вот вам новый герой. Задача героя сломать гов, который первый сидит. Я, конечно, не говорю про таких топовых героев, как Галтран, который незаменимый в центре. Или, допустим, тот же, к примеру, Крэк. То есть его сложно. Если он даже получит плохой навык, его все равно придется качать, потому что Крэк это Крэк. Кстати, можно задуматься над факт гильдией во вторичке. То есть ресурсов в принципе норм. На Джебусе их всегда норм. Но, опять же, если, допустим, так случится, что Кира хапнет здесь опыт и прокачает себе, помимо мудрости, еще какую-нибудь магию, например, землю. Тогда я буду склонен... Так, извиняюсь, телефон. Алло. Привет. Да, я встал. Ну, ты же не вышедший голос. Выгод. Выгод. Сюда, я князь . Might второй. Спасибо. Вylая, я не знаю. Мне Madame. Взял. 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 Продолжение следует... 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 так надо набрать гогов доход доходит охлите мы скорее всего не скупимся этим ходом полность полноценно как хотелось бы еще ночь канагога можно взять сундук и что-то еще допустим вот эту кучку на фото осталось то вон до сундука и чуть на дорогу выйти в принципе он может насобирать нормально денег здесь возьмем вот это вот арашечка калит если калит туда-сюда наверно успеет но что-то мне кажется что вообще даже близкой нет посмотрим все равно афритин здесь уже не нужен афритина выбираем да что-то мы сильно не успели вылезти отсюда почему я горгуль не бью а что-то объясню что у меня такого страшного можно конечно пирой куда-сюда сбегать но тоже не тот вариант по следующим днем все сделаем качественно самое смешное что хватило вроде как всего чемпион что-то хранят интересно вот разведочка и пригодилось посвятить давай там вот так поэтому сейчас бежать туда смотреть а библиотеку они охраняют все понятно как целится в концу или ему все таки имеет смысл все-таки прошвырнуться до замка и купить книжку а пир возможно стоит взять пандору пир возьмет на пандору да так тут конца еще конца нашлась тут че тортик орб воды кольцо охрана на какая-то нереально ладно ладно давай пирой возьмем бить все равно надо кирой придется бить все равно кирой будет а 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 на гарпе гогеном греймин а дальше нужны на концу нужны поэтому мы делаем вот так а как пойдет сером книжку не повредит она пусть как-то как-то так здесь таверну купим тоже кстати да ганаш ты сможет это ты с хаосом ты сыграл ведь с хаосом сыграл с гунаром сыграл тебе игры то есть шеф в этой игре будет демонение нет в этой игре и манения будет только в самом крайнем случае потому что если я начну здесь не манить это будет уже не от хорошей жизни поверьте но опять же смотря что дадут допустим дадут здесь бесов примеру есть колечко то есть можно целенаправленно будет епитов загрейдить прям право я на седьмой день но а тут проблема в том что демонить то не об кого собственно тут охран то не так много перерубить все демонов как мы по деньгам хоть по качеству пока выводим программу может быть построим даже садили замок не знаю насколько калку слов пригодится на один раунд но где-нибудь там может быть при может пригодится поможет там стрелкой подровнять и ничку она пусть будет в онлайн и часто использует его мнение не на самом деле демонение очень хорошая штука она их очень часто применяется на excel картах большого размера потому что там много городов и деревень и можно существ 1 2 уровня спокойно выгребать ненужных и так пристроить некуда у них два варианта либо демонения либо скелетов пути нет поэтому демонения до часто приносила победу если хотя бы допустим удается на второй неделе 30 там демонов на рубить хотя бы 30 40 демонов хотя бы это вну по сути переработать немного места это уже любая конца разрывается то есть если именно идет не темповая такая игра прямо где вход-вход надо долбить а вот именно то что есть конца там есть немного мяса загрейдил питов переработал их и 30 демонами спокойно там ворвался в концу убил всех папашка у фритин же даунсами он занимается полезным делом собирательством конца еще одна нашлась это хорошо это очень хорошо потому что с тремя ангелами мы по цепочке по идее можем здесь все спокойно скосить ложком даже забрать может быть ложком из тюрьмы нам сейчас главное словить землю калхом либо пирью я там покажу так видно надеюсь вот программка есть ну можно в других источниках мне нравится очень наглядная программа у нас есть демоники у нас шанс на магию земли троечка но зато на огонь и на остальное тоже есть то есть мы землю вот у нас получается 4 6 7 10 10 шансов 3 из 10 то есть 30 процентов у нас землю 10 процентов на воду 20 процентов на воздух 40 процентов на огонь если взять к примеру другого героя мне нравятся эти вот так вот эти вот ребята из данжа у них 312 то есть у них на землю 36 50 процентов шанс это круто у нас рядом wizard кира она имеет шанс ловить 33 на воздух 6 и 2 то есть тут очень-очень печальный шанс поймать землю вы хотите посчитать процентов 2 6 8 8 до 6 14 6 14 и 3 14 3 14 это мало меньше 20 процентов по моему размещен около 20 процентов пеньш они больше но не суть в общем все равно перебудет прокачать здесь полезнее чем и рук потому что пить или может все-таки пригодится нам вот самый конечно шанс на землю вот этих ребят у них романтов некровских магов у них аж восьмерка то есть 50 процентов то также на 4 8 и 16 но зато на обычных уровнях шанс просто космос у демонов и варваров варвары демонов не так много как выяснили вот на четвертом уровне три шанса из десяти на землю варваров 673 7 и это где-то почти пятьдесят процентов даже меньше вот тут он без мастеров хорошо у них вот очень хорошо у них ровно пятьдесят процентов три шести тоже дает им тому же тазару такое вероятность что по земля поймается очень много такие они вроде бы мелочи вот еще вот эти вот этих но это тоже не так шибко и ловят хорошо вроде бы как бы она мелочь но вроде и не мелочь у рейнджеров тоже нормальный казалось бы вода рейнджером часто в воду воду все жалуются что вода а на самом деле ничего подобного то есть шансы одинаковые на воду и на землю ну с учетом логи да но в целом вот считается что топовая прокачка по топовым навыкам у оверлордов у них на топовые скиллы на все топовые скиллы больше отличнейший шанс и на землю 50 процентов на четвертом уровне тактика какие-то еще логистика отличные шансы а often отличный шанс armor то есть все в порядке считается так математически что у них вот именно на словить топовые навыки вероятность большая так что если какая кому-то вероятность кому допустим кого в папке пихать то советую героев данжа но также барбарианы хорошо подходят то есть у них тоже очень круто там логистика инстиллерия тактика всегда есть арма тут тоже хорошо болотники тоже хорошо качают них правда шанс на навигацию огромный что не так круто просто им буду тоже пихать но тем не менее у рыцарей шанс прокачки отвратительный то есть там баллистика он восемь экономика шесть вот эти вот такие вот ненужные абсолютно навыки вот почему сар мюллихта он как-то не котируется прям так уж круто ну конечно крутой герой но у него везет этих навигация восемь вот этих вот подстав он не получает известно что клириков шанс на дипломатию максимально играете на без правил и нужна дипломатию вот максимальный шанс больше нету у других героев то есть ну зато здесь конечно минусы в виде первой помощи но что делать как то так а вот эти еще кстати хорошо ребята качаются но тоже бывает подставой я наши понятным временем взросы вперед по золоту с ангелом там наверно ну тут уже видишь кому что нравится вот морэти тоже считает что варвары это топ-1 герой в плане прокачки ну тут уж как кто как любит здесь уж кому что больше нравится я думаю выбирать между варваром и там и лордом приятно приятный выбор поэтому кого выбирай все равно круто у нас такого выбора к сожалению нет у нас только вот укритин калх ну тан алхимики я тоже не особо рассматриваю из этих шкалеров которые абсолютно бесполезны вот вот что в 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 Но оппонента тоже видно, что расклад И 8 героев он скупил И, ну, самое приятное в этой сдаче Что мы обошлись без рестартов Мне всегда нравится, когда без рестартов Кстати, здесь, я думал, что здесь болото, а здесь трава Значит, это, возможно, ред экспонента нашего Ну, вероятность этого высока Здесь этот, здесь этот А у нас прям малюсенький-малюсенький этот Я-то думал, что тут он может до угла протянет его хотя бы Но он до угла вот этот протянул Зато у нас все компактно, все аккуратненько лежит Все можно собрать Прям все на дороге Все на дороге Прям выходи, не хочу Будь бы вот это некроресп такой Можно было спокойно на первой неделе выход оформлять Такой респ маленький Реально, да, респ что-то как-то это Я когда его заиграл, видел разбежку в эту сторону Разбежка в эту Тут был блок, но я его не обошел Ну, думал, еще в эту сторону какой-то будет А потом при дальнейшем рассмотрении оказалась вообще какая-то подстава Подстава, подстав Поэтому Не шибко Я обрадовался Ну, тут еще надо посмотреть, что здесь Может быть за библиотекой что-то есть еще Не знаю, есть ли смысл в библиотеку бежать Думаю, что нет Такими вот Вот она библиотека на ноги Вот она еще Был бы, допустим, к примеру, книга огня Вместо вот сандалий, например Или вместо вот этого То тут бы вообще-то не отоможно было Поиграть Я бы прокачал какую-нибудь Киру или Теодора И вперед Серый огня У нас это еще интересно Надо будет посмотреть вот здесь что И кто здесь охраняет Эту концу Я думаю, что там не слабая охрана Все-таки Еще как назло попались Ну, то есть Дороги быстрые То есть мы договорились на быстрых играть Он предложил В принципе, я не против Но если бы были, допустим, медленные То мне бы было лучше намного Оппонент не стримит, насколько мне известно Ну, посмотри на Hero3TV Ник оппонента Dark30 Dark30 Не DarkHV, а Dark30 Вроде он Вроде я его не помню как стримера Вроде он не стримил Только если оппонент стримит Прошу без каких-либо спойлеров Сейчас Слушайте, можно сказать вкратце Какая вся движуха с Heroes World Затевалась Немного историй расскажем Ну, в целом Heroes World Как форум Затевался просто Как информация По всем частям героев Там Видно, что есть Подфорумы По King's Bounty По героям всех частей Ну, были изначально Оффлайн турниры То есть Проходили сингловые карты На скорость Это было Популярно раньше Сейчас С появлением интернета Такая необходимость Исчезла Поэтому больше Все на онлайн Переходят Ну, а так В принципе Развивался Были другие ресурсы Кроме Но остальные Вроде как Вытеснены А твой противник Может посмотреть Твой стрим Или все на Пацанских соглашениях Ну, вообще Герои Это игра Действительно Которая на Пацанских Так скажем Соглашениях На папских Потому что Все-таки Изначально Игра Это была Ну, как скажем Изначально Она вообще Никак не была Не защищена То есть Можно было Раньше Спокойно Загрузить Засейвить игру Загрузить Сейв В Hot City Там Посмотреть Что там У противника Во всех подробностях И это было Никак не от этого Не защищено То есть Люди играли На доверии Были, конечно Люди Которые Все-таки Этим злоупотребляли В личных целях Но Они тоже Долго Не держатся Поэтому Я Я Осознаю Вполне Что Ну Допускаю Тот факт Что оппонент Может смотреть Но Извините Я как бы Мне Вот Я Когда В турнир Затевал Я для тебя Решил Все игры Постримить Ну Пусть Если Смотрят Это На его совести Как говорится На самом деле Отчасти Во многом В этой фразе Есть доля Правды То есть Ну Я допускаю Что Какая-то часть Игроков Все равно Смотрит стримы Мы Даже Отлавливаем Людей Иногда Которые Палятся Поэтому В принципе Даже у нас люди Когда играют На деньги Причем На большие Деньги Они Все равно Стримят То есть Люди Как правило Если люди играют На деньги Друг с другом Это люди Знакомые В реальной жизни Знающие Друг друга Ну Геройчиков Вообще Мало В принципе Все Топовые Особенно Игроки Знакомые Друг с другом Лично Ну В реале Потому что Встречаются На турнирах Поэтому А вот Если Неизвестным Каким-то Ну Тут уж Каждый Сам решает Так Ладно Ход пришел Ага Все Оппонент Промелькнул Вот здесь Видно Что это Его рез У него Салмир 2-3-5 Но Меня Это не пугает Абсолютно Его Салмир Повторюсь Что Так Ну Тут Ангелы Понятно Что Все Все Норм Видимо За счет Салмира Как-то Раскрутился Единичку Хапнул Так Забрали Забрали Еще Деньжат И Ну Сундук Заберем Да Так 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 Здесь Проверим Сбеком Что Ладно Теперь Что Сбеком В Сбеком Деньги Т Сбеком ektом Сбеком А, это даже не совсем доходит, ладно, так, братва, триммера зовут не Александр, нет, триммера зовут Константин, Александр это Варынов. Так, что я это, в принципе, мы готовы уже, ладно, будем. Так, сейчас будем думать, как это все лучше, красивше оформить. Инферно, да нет, инферно на самом деле, достаточно такой, но он замок не популярный, но им люди, им любят играть отдельная категория людей. О, сейчас компьютер сам справился, ну ладно, спасибо ему за это. Так, перей, уберем Пандору, опять еще, оффинс не берем. А нужен ли нам оффинс? Нет, оффинс нам, наверное, не нужен. Все-таки нам важно наличие земли. То есть, да, нет и все. Нет, ну и ладно. На нет и сюда нет, как говорится. Так, нужны ли нам собаки? Одна собака. Давай, наверное, возьмем. Мало ли, нет, нет, какой-то вход прибавит. Так. А, у нас колечко, кстати, есть на длительность заклинаний. Так, давайте думать, что построить. Upgrade Fire Lake не то, но наверно все-таки GOGов. Здесь никак по-другому бизнес не обойтись. Здорово, Витя, здорово. Да, играем потихоньку тут вот. Не сильно, не сильно шоколадный расклад, но тащим, тащим потихонечку. Книжечку. Инферно старт тяжелый, по моему мнению. Ты прав, абсолютно. Инферно очень слабый, очень мало стартовой армии. Если ее добавить, то есть сделать как хоть, то есть три стека гарантированно, тогда Инферно будет рулить. Потому что у Инферно очень сильные войска. Каждый юнит хорош. То есть нет откровенного торшака, все юниты хороши. Ладно, что, погнали. Пожелайте мне удачи, папашки. Не остаться там в этой конце. Ну, не должен. Даже близко. Все-таки. У бесов лабыжи. У бесов другая функция. Понимаешь, бесы это скорость. Бесы это единички. Бесы нужны, ну, немножко другая функция. Они свою функцию хорошо выполняют. Да, из них не сделать такой стек, как у данжа троглодитов. Да, но... Но, тем не менее. Так. Раз. Ага. Этот сюда. Центр. Этот. Сюда. Этот, наверное, сюда. Этот. Как-то. Как-то, наверное, как-то так. Уже свою мораль. А мораль прибудет. У нас есть. Есть что пострелять. Так. Эти нам нужно здесь. Эти нам нужно здесь. Эти нам нужно здесь. Третья, шестая скорость. Дойдет, 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 дойдет. Да нормально все будет. Как-нибудь да раскатаем. Первый раз что ли? Такие бои. Ну, видите, даже комп справился. Не так уж это и больно. Вопрос, на кого будем магией так, магию кастовать на кого. То есть 10 мы сделаем скорость 6. Да? И сможем шмальнуть разок. Можем шмальнуть. Опять же мы можем сделать слоуно вот этого пацана. Вот и 4. Я думаю, я склоняюсь больше к этому варианту. А эти пусть летят. О, вот и мораль пошла, ребят. Прям сходу. Ну да, Гоги немножко получили щи. Но у них судьба такая. Тяжелая. В принципе даже обошлись. Пробуем из этих намочить. Есть ли смысл гогами выйтиться, рискнуть? Наверное, есть. Почему бы и нет. То есть они в принципе на одном радиусе все. Здесь мы, наверное, пока вот так вот встанем. На всякий случай, всяких моралей. А вот этим долбанем. Че, убили что ли? Блин, собаки. Драный. Комп лучше подрался. Так. Так. Магия кончилась. Или 3 окна все кончилось. Ну, эфрит еще сделает свою функцию. Оттянет на удар стек один. И улетит потом. Больше от него. Вот этих, главное, сейчас собаку бы нету. Но есть вероятность, что вот эта дрянь полетит сейчас убьет ее. Ну, ладно. Все, все ожидаемо. Ну, ладно. Зато спрятались. Как больно-то, а. från блин, жалко. Чертен. Жалко хитов. ничего не поделаешь да жаль пробили free tool 22 у 2 дамага прям ровненько убили да не очень выступили мы дай колх подкачал но огонь мы все равно берем на конь все равно возьмем куда дальше вопрос хороший вопрос концу двойку но рановато мягко скажем да и пятый день уже в принципе можем пройти туда намного чаще ходом по цепочке вот эти как-то пробить нам надо вообще вот сюда идти по-хорошему то есть вот этот вот нам надо разведать путь еще можем попробовать взять ничку фитов я подозреваю что здесь их много твари лица возле не так много сюда можно попробовать чуть-чуть намутить ну блин что мне сейчас герой у меня так все грустно стало у меня то есть не теперь ни этого ни этого героя нету и чё делать пока непонятно где землю качать что-то пока все как-то мутно ребята мутно все выбежать сюда что здесь куда-то передать вот этому этим может быть что-то пробить вот этих ангелом собрать золотишко либо сюда пробежать нацелиться на пяток нацелиться вот на вот эту фигню может там тому ми герой хороший да мы не побежим деньги принципе так есть норм Движем сюда, там Добегает самое главное не забыть все это дело шахты и раньше имеет вот нет здесь тогда начнем строить гильдию надо было наверно в рампорте строить у него там больше вероятности хорошую магию но в инферно есть вероятность получить армагеддон поэтому поэтому пока так пока так надо передаем все можно этого ли все что можно сделали да и фриз жалко улетел очень неприятно его приняли прям прям по дамагу как раз не прошел да но фиксим надо еще построить стадели замок будет поделим замок когда мы по 3 покупки все еще желательно вот все таки я хочу нычку взять вот это может быть из питов какой-то стеку даст организовать они не самые плохие ребята поэтому будем пробовать кого качать вот это вопрос хороший никогда не видел терна на джиге ну мне кажется довольно часто играют за интернах кстати мы можем пью пойти муми ломать баллистов пригодится то есть мы возьмем кисти льву даже адский меч и с адским мечом просто болит и будет уничтожать а можем кстати период попробовать пробить в баллисты опять же вампиров экспертной артиллерии да так мы и делаем точно так мы сделаем и хоть есть еще какой-то маломальским магия какая-то кольцом кольцо 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 вот это вот эта штука на норм зайдет так у нее нет баллист как а есть баллистом и передадим же вот она болит мы сейчас все передадим всю армию баллистов и потом уме попробуем с помощью баллистов если у нас будет адский меч это будет 10 атака это уже будет как гурнисон если золотых куполов да прилично еще древний дождь инферно вполне тебе понимаешь есть много если то есть если 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 есть замки которые круто играют без если вот поэтому инферно не так популярен есть конфлюкс который там построил птиц что-то там минимальное еще уже можно нормально оформить и данж который собирает концы просто так на ура портал нычка какая-то всегда есть портал есть некор который скелеты делает 200 скелетов набирает на первые уже там можно творить хочешь замок который гарантированно поставит ангела и архангела впоследствии эти замки они всех а очень хорошо играют безъездно есть конечно за любой замок можно тухлый расклад получить но но тем не менее для некоторых замков требуется что-то больше чем просто расклад вчера милу говорил что инферно на жибе вообще не тянет но я бы не сказал вот честно в принципе вот джеб но смотря против кого опять же против некра но не тянет естественно хотя вот я прошлую турнирку против некра играла очень даже успешно ну а вот видишь нам вот где не повезло нам ни одному герою земля не пошла до нам не зашли ну личка смычек ну нычка есть да нычку сейчас попробую отобьем я думаю что мы мы должны и убрать эту нычку еще час концу проверим может быть тоже какая-то глянем очень ну да если мы я значку покрасим вот эту удачно ну в принципе я думаю что должны ангел все-таки куча богов есть кто самый аутист по твоему на 6 башни до башня тут причин много но первое из них первое в том что у башни снег респ снежный то есть ангелы и визерны которые являются основным ударным средством за башню они завязаны в снегу то есть нельзя по цепочкам гуд респа ложком уйти там что-то собрать это все приходится вдоль дороги делать у башни есть очень удачный стек титаны но опять же это все настолько прохладно там тоже всяких если куча хотя вот бишоп если по ну глянуть его игры когда он стримит за башню хорошо довольно учился играть джеб волк ну так амилу просто купил замок против инферна конечно не тянет амилу купи перекупил замок на джебе я а может быть он за интерна торговался может оппонент думал что он торгуется за инферно за интерна может взять может пасека выпусти на 70 уток к 117 даже такой распады инферно но смотри если у нас куча ульев до инферно начинает их все собирать позже то есть это все позже если замка допустим шахте может на первый день эту концу взять то мы только на пятый смогли пять двелов на крешат и ну и инферно башня не хуже инферно на джебе башня сам по себе замок с более такими у башни топовые юниты в замке топовые титаны топовые наггет гремлины очень круто заходят големы вообще отлично но там все это так медленно и все это надо как-то чтобы построить надо и гильдию строить то есть очень сложно поставить на первые гигантов надо строить этих джинов но в хоть и там не надо но в соде это надо но опять же тут тут мнение каждого допустим бишоп уверен бишоп считает что башни хорошо на джебе смотрит он привык играть за башню он много джебов откатал за башню поэтому человек знает что делает а вот просто вот средний расклад у допустим вот такой расклад за башню был бы норм то есть вот они стоят две концы рядом с дорогой улик рядом с дорогой нычка рядом с дорогой все по дороге все собирая не хочу да а если допустим концу переместить куда-нибудь вот сюда то это уже проблема становится поймать если ты если наловчиться может башня норм если ты так наловчишься что для тебя башня станет норм то ты например за данж будешь вообще чудеса творить он допустим тот же хайлайт с годом играют матч они играют играли данж на некра некр вышел на 117 данж на 116 вышли центр ну поэтому непонятно нам сейчас главное что собрать этой вот это вот это это и и и и спокойненько спокойненько выйти я думаю щит нам позволит спокойненько выйти все таки это круто очень крутой артефакт знал бы что теперь пойдет в утиль взял бы все таки оффинс не отказывался бы от оффинса просто у нас сейчас была земля ну вместо предложили вместо воздуха тогда соответственно мы боже под землю бы выкачали и уже могли ломать чтобы купили бы здесь знание я думаю мы знание на расчет и так купим потому что ножом вот этим татским ножом может быть нам ноговой болит пригодится хотя и коги тоже хорошо пригодят вот этих вампиров конечно бы сломать но их тут точно 49 и даже а и и и и и и и и и ГО хорошее. ГО, понимаешь, ГО, конечно, неплохое, да, не самое худшее, но если нам предстоит сражаться в рукопашную, то есть без каких-либо... Ну, она очень жирная, то есть, если... Я бы, допустим, предпочел бы видеть, например, здесь черных или золотых драконов, вот, если без замедления бить, то, наверное, так было бы лучше. Мы бы как-то... Потому что драконы с каждым убитым очень сильно теряют, а эти, их много. Поэтому, по той же причине, допустим, есть ГО, простые мишки. Это очень жесткое ГО, если у тебя нет замедления. То есть, их там 30 штук, и если там еще штук 5 будет грейженных, это просто засада. Это просто жесть. А опять же, если ГО какие-нибудь... Ну, какие-то золотые или черные драконы, или там архидьяволы, 14 штук. Их, в принципе, проще сломать. Там не раляет замедление, абсолютно никак не раляет. Потому что там придется стыковаться в любом случае. Поэтому... Ну, посмотрим. Посмотрим. Может быть, если КАЛ успеет как-то огонь подкачать, мы можем попробовать и через проклятие, через какое-нибудь сыграть. У нас нет проклятия, но мы его найдем. Надо просто вот эти штучки-святыньки проверять. А вот оно, проклятие есть. У этого героя должно быть. Нет, не должно. Ну, не важно. Кастл хороший пик для Джебуса. Кастл, по моему мнению, топовый замок для Джебуса. Кто-то не согласен. Я считаю, что это топ-1, особенно если ты не очень хорошо играешь. Но я, допустим, не считаю себя каким-то топовым, крутым игроком. Для меня Кастл вполне себе нормальный. Я знаю, что я спокойно там резко обработаю, спокойно построю ангелов. Если будет конца, я их спокойно возьму и спокойно с архангелами уже там все, что надо, сделаю. Поэтому. Конечно, Кастл, в чем его минус? Это в том, что слишком поздно ты получаешь архов. То есть ты не выйдешь на первой неделе, ты в любом случае будешь ждать вторую неделю. То есть ты будешь ждать 1, 2, 2, где-то, чтобы все это собрать, все это загрейдить. Может быть, может быть, это уже будет поздно. Когда некор уже выйдет там на седьмой день и все из центов соберет, там уже никакие архангелы не помогут. Потому что там выйдешь с архангелами, они получат взрыв и до свидания. хотя, опять же, то есть, если некор не получит какой-то топовый буст на старте, чтобы он вышел на первой неделе, а Кастл гарантированно выходит на второй с архами, то будет уже сложнее некор. Кастл он очень стабильный замок. Очень стабильный. Ну, в плане стабильный, то, что им понятно, что делать и понятно, как играть. То есть, если человек им играет, то там все прямолинейное. Некром можно перетемповать. Так что вот 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 эту тюрьму еще интересно будет вскрыть. Может, ну, шанс, конечно, маленький, что там что-то хорошее, но надежда же. Мейн-герой, я так понимаю, что заказал надо сказать в таверне, а кем-то лучше стартовать. Есть несколько стартеров заказал, то есть, первый стартер это Кейтлин, то есть, мы сознательно забиваем на героя, но от стартового героя получаем бонус 350 золота в день. Хоть что-то лучше, чем ничего. Второй вариант Валеско, то есть, мы получаем с отарта лучников, но на джебе лучников грейдить это слишком медленно, то есть, если они отстроены, то да, там можно. Если они не отстроены, то строить, потом грейдить, это значит, что у нас ангел появится только на седьмой день. Если мы лучников не отстроим, соответственно, ангел у нас появляется на пятый день. если у нас герой не Валеско, у нас появляется дополнительный стэк копейщиков, от которого будет толк в уликах, но от лучников опять же толк в консах. Лучники могут проломить какую-то пандору, закомить ограми или големами или демонами. То есть, тут опять же, но в нычке ангелов слиться, ну, надо постараться. Совсем должно быть плохо, чтобы слиться в нычке ангелов. Ну, если там мораль, конечно, им не прокает. Там вроде еще покемонов с Кейтлин норм количества, как мне объяснили. Без разницы, заказ всегда рандомно 10-20 покемонов у героя. То есть, там неважно Кейтлин, Кейтлин, ну, Валеско естественно нету копейщиков, а остальных одинаковое количество 10-20. Поэтому без разницы. завезут на двух героях и они будут отстроены. В принципе, нам и так хватит. Нам и хватит другим героям. Оппонент справа, шахта покрашена. Да, все правильно, оппонент справа, мы уже давно его заметили, он там пролетал героин. Шахту он красит, совершенно непонятно, что туда потянуло. Есть ли смысл ставить рандом героя, например, чтобы словить мюльха? Есть, определенные есть. Я считал, то есть, примерно это нам дает лишние процентов 6-8 на мюльха. Так же, как и за некра на галтрана, чтобы рандомить. Ну, если не джебус, допустим, другой шаблон, рандомишь героя, ставишь, ну, чтобы поймать мюльха или галтрана, ну, в принципе, есть смысл. Я бы за соршу стартовал. Да, в принципе, что сорша, что не сорша, там все равно качать никто не будет. Поэтому, а такие герои, допустим, если при рандоме как правильно пишет Санин, что Рион, Кристин, Эдрик, которые без лучников. Но, я бы не сказал, что отсутствие лучников сильно прям портит как-то расклад. Если мы их не строим, если мы их вообще не строим, то есть, они нам и не нужны. В простом варианте они абсолютно бесполезны. Мы просто с одним выстрелом они нам... Мы просто будем заниматься собирательством золота, проводя какие-то бои только стэком копейщиков, потому что стэк копейщиков будет под 50, они, в принципе, копейщики, как топовый монстр первого уровня, могут наворотить дел. То есть, если особенно благо там какой-нибудь есть. Поэтому... тоже варианты разные. По идее, Турист, Кейтлин. Ну, Турист тоже нормальный вариант. Тактика пригодится, там стрелки, если как-то что-нибудь сблочат, тоже норм. Кейтлин норм. Я вот стартовал за Лорда Харта, когда на СНГ я играл Джебус, я стартовал за Лорда Харта, и народ так удивлялся, а что это вообще хайлайт пошел, говорит, что это за мужик вообще? Такой герой вообще можно выбирать? То есть тоже свои фишки. Заказ по идее можно и стартануть рандом, потому что сильно мы не потеряем из-за того, что нам придет какой-то дефолтный герой вместо Кейтлин. Ну, имху опять же. То есть тут как каждый как считает нужным. Поэтому это есть замки зависимые от стартовых героев. Такие как Данж, такие как Некр, еще какие-то еще болота за Тазар. А чего Калхом стартовал? Понимаешь, ну, Калх интересный герой, то есть он может с Гогами что-то пробить, потому что от бесов толку все равно нет. То есть мы стэк бесов из бесов ударный стэк не сделаем. В любом случае. Поэтому что у нас их будет 20, что у нас их будет 50, ну, абсолютно без разницы, потому я беру Калха. То есть нам лишние несколько Гогов нам помогут. Лишние там несколько бесов нам не помогут. вот вот и все. Так. Понятно. Так, нас все равно по армии обгоняют, но это не... Ну-ка проверим, что мы спустим армию вниз. Все равно нас обгоняют. ну ладно. Может быть нам скилл поможет. Блин, неправильно взял. спустим. Смотрим. Мечники 50-90-9. Да, охрана предполагалась не слабая здесь, но я думаю мы их разытоваем. Все равно расконтрим. Здесь я склонен потратиться на знания, потому что есть вероятность, что пир все-таки будет нашим мейн-героем, а потом возвращаться... Я лучше тысячу золота потрачу, ничего не обломаюсь. Хишну правительства никто не посетил. Ну да, и ладно. Так, значит, калх. Выходим на дорожку. Правильно вышли, как обычно. Пофиг. Калх. Значит, танк. Забираем ангела. и отдаем все пире. Переучит хак. Берет твитки. Блин, а, кстати, а че, где единички? Вот это я маху дал. Так, ну-ка, давай-ка попробуем подогнать. Здесь, 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 здесь три единички. Где единички-то все? Сорши, единички. Ладно. Здесь у нас бла-гла, здесь у нас юэрс. Так, ага, здесь кто-то говорил, непонятно. Ну, в принципе, ладно, подойдем, подведем сейчас немножко единичечек. У нас есть еще там несколько бесов, копейщик. Прости, господи, гном еще. Так. Слоу переучили, очень круто. Круто, да, круто, но здесь возьмем, кстати, можем взять копейщика, нам без разницы, а у нас с ангелом какая-то будет хоть синергия. так, так. Эфрит нам нужен, не нужен в этом потном бою? Наверное, скорее нет, чем да. Пусть будет, ладно. Ладно, гоу. Гоу. 29. Не самое, не самое малочисленное войско, так скажем, я ожидал чуть меньше. Ну, да ладно. У нас есть ускорение. Ускорение, что нам даст оно? Здесь будет 70, будет 10-я скорость, мы можем перестрелять. Давай, пока, пока, wait. Здесь 10-я, но тоже, наверное, wait. 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 Полетели сами, ускорение уже не нужно, отлично. закрываем глобов. Можно стрельнуть, сколько он снимет? 2. Если мы дадим hast и сделаем wait, давай так и попробуем, потому что. Дальше. Вот на баллисту бы хас наложить. прикрываемся. О, о, иди же сюда. На, удача. Здесь 85, здесь 2, снимем. Можем, по идее, дорезать вот эти 2 стека. Можем дорезать вот так. И в четверку потом. Так, здесь 3, здесь 7, здесь 7,